Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Не секрет, что открытые варианты сицилианской защиты это настоящий дебри, комбинационный лес, который не прощает ошибок и буквально один ход может оказаться в партии решающим. Сегодня мы рассмотрим партию, которая была сыграна в Риге, Мемориал Таля, 1995 год, и чемпион мира Гарри Каспаро противостоит довольно сильному латвийскому кроссмейстеру Эдвину Кенгису. В этой партии одна из сторон совершила настоящее самоубийство. Один ход, позиционная ошибка, которая решила исход партии в пользу соперника. Итак, Гарри Каспаро в этой позиции сыграл Е4, С5. Играет он белыми против своей излюбленной социлянки. Конь Ф3, Е6, Д4 взяли, взяли. Конь С6, Конь С3 и Ферзь С7. Это вариант Тайманова в социлянской защите. Здесь набег Конь Б5 особо ничего не дает. Черный играет ФБ8, потом А6, поэтому слон Е2. Белые развиваются, А6, 2-0, Конь Ф6, Король Х1. Профилактика. Конь Б4, ФБД4 и С5. Ферзь отходит на Д3. И в этой позиции Кенгис решил сыграть сверхагрессивно и пошел Х5. Очень интересный ход. Ну, понятна его идея набросить Коня на Ж4, дальше после взятия АЖ и мат Ферзь Х2. Ну, понятно, против чемпиона мира даже в Блиц такие планы не проходят. Но, тем не менее, ход АЖ5 довольно интересный. Слон Ж5, играют здесь белые. Сразу же обозначают агрессивное намерение. Слон напал на Коня, причем согнать его пешкой АЖ уже, как мы понимаем, не получится. Б5 здесь играют черные. Ну, можно было, конечно, сыграть здесь Конь Ж4, напасть на мат. Но дальше не взятие, а Ф4, Конь Ф2, жертвуем качество. И белые здесь получают компенсацию путем Е5, С5, Конь Е4. Очень здесь опасно рокировать на королевский фланг, потому что мы видим, что белые фигуры здесь буквально нависли. Да, и пешка АЖ5 тоже оторвалась от своих. Поэтому Б5 пока играют черные. Далее следует ход Ф4. И в этой ситуации черные развиваются ходом Слун Б7. Далее Каспаров играет очень агрессивно по центру и продвигает пешку вперед. Напал на Коня, Конь Д5. Здесь играет Кенгис. Если пойти Конь Ж4 в этой ситуации, то далее следует ход Слун Ф3. Снова жертвовая качество на Ф2. Забираем на Б7. Фиас бьет Б7, Конь Е4. Тут невооруженным глазом видно, что позиция белых уже подавляющая, потому что и Конь Д6 угрожает. Да и просто потому что это двойной удар. И Конь Д6, и Конь бьет Ф2. Поэтому, конечно, нельзя здесь отдавать своего Коня на Ф2. Конь Д5. Играют здесь черные. Конь бьет Д5, Слун бьет Д5. И в этой позиции Каспаров решил психологически подавить своего соперника. Он создает зацепочку ходом А4. То есть пытается вот здесь побить на Б5 и дальше выиграть пешку. Но сильнейшим ходом все-таки является Слун Ф3. Хотя после хода А4 последовала Ф6 с нападением на Ж2. Приходится менять белопольных слонов. Взяли-взяли БА. Пока что черные делают все правильно. Далее следует ход Ф5. И Ладья Б8. Контратака на Б2. После этого пешка А4 станет очень сильной проходной. Ладья АФ1. Именно вот в этой ситуации черные оступаются. В этой очень острой игре они перегибают палку. Делают рокировку в короткую сторону. В этой позиции можно было сыграть Ладья Б2. Далее ФЕ. Ферзь бьет Е6. И на взятие на Ф7 не Ферзь бьет Ф7. Дальше Ферзь со слоном будет более активно, чем 2 ладьи и слон черный. А Ладья Б1. Возможно вот этого хода не увидел латвийский гроссмейстер. Здесь отвлекаем мы Ладью. Взяли. Кроль Б2 Ф7. Ладья Ф1. Кроль Ж8. Да и эту позицию не так просто оценить. Но все-таки у черных контргра связана главным образом с этой опасной проходной пешкой А. Но в партии черные здесь накликали беду на свою голову. Играют 2-0. И здесь Каспаров конечно проявил весь свой комбинационный талант. И сыграл слон Ф6. Вот такая очень интересная здесь жертва. Ну понятно, что принимать ее очень опасно. ЖФ, Ладья Ж3. И в этой позиции ход КХ7 ведет фактически к линейному мату после хода ФЕ2. Ну а если в этой ситуации КХ8, то в принципе ФЕ2 тоже тот же исход. Поэтому здесь черный играет ФБ5. Их надежда разменять Ферзей, погасить огонь атаки белых. Но Каспаров не заботится о своем Ферзе, а играет Ладья Ж3. Он здесь готов Ферзя даже просто пожертвовать. Далее следует ход Ж6. Оказывается, что вот в этой ситуации взятие на Д3 ведет не к размену сильнейших фигур, а к форсированному мату с помощью Ладьи и Слона. Ладья бьет Ж7. Здесь можно сыграть белыми. Черным нужно отходить, понятно, королем на Х8. Далее следует вскрытый шаг. Король Х7. Ладья бьет Х5. Очень важную функцию выполняет здесь пешка Ф5. Охраняет поле Ж6. Короля загоняем на Ж8. И мат Ладья Х8. Ну а если в этой ситуации сыграть Ж6, что и было в партии, то тогда не взятие на Ж6, а белые отказываются от размена. Играют Ферзь Д1. Следует ход ЕФ. И Ладья бьет Ф5. Полный разнос позиций. Черных мы видим, что у белых ослаблена первая горизонталь, но черные просто не успевают этим воспользоваться. Ладья Б6. Ферзь бьет Х5. Ну и здесь просто угрожает взятие на Ж6 со скорым матом. Ферзь Х8 тоже не забываем о такой простой угрозе. Ну и здесь буквально в 24 хода разбомбил чемпион мира своего соперника. Здесь Эдвин Кингис сдался. Вот такая очень интересная партия в социальянской защите, где буквально одна единственная, но очень грубая ошибка черных. Просто заставила их капитулировать. Белые выиграли здесь по праву. Очень интересная партия Каспарова. Надеюсь, что она вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за ваше внимание. До свидания.